Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Ана по регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Здесь именно сделано для христианских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Именно чтобы прямо с дома принесли и продали. И покупатели сыты, и производители довольны. В Анапе открылся первый фермерский дворик с самыми доступными ценами на местную продукцию. Скорая спешит на помощь. Анапские медики бьют рекорды. Более 400 вызовов в сутки, и это еще не предел. Очень важно напомнить им о здоровом образе жизни, о том, что для них лучше, о тех привычках, которые нужно развивать. Как не стать жертвой опасной паутины? Анапским школьникам преподали урок по безопасности в сети интернет. Дети после 10 вечера не должны находиться на улице без сопровождения взрослых, а уж тем более работать. На планерном совещании глава курорта Юрий Поляков поручил выявлять подобные случаи. Требование главам сельских округов усилить меры противопожарной безопасности. Не убранный вовремя мусор – потенциальный очаг возгорания. Юрий Поляков обращается к главам сельских округов. За минувшую неделю было зафиксировано 59 ландшафтных возгораний. Необходимо проводить сходы граждан, а также разъяснять собственникам участков их обязанности по соблюдению противопожарных правил. Еще одно поручение главам сельских округов – активнее выявлять тех, кто ведет бизнес или работает без оформления документов. Отчеты о проделанной работе есть, а результатов нет. Ни одной выявленной деятельности от сельских округов до сих пор не было представлено. Я сомневаюсь, что у нас в благовещенке, в субцехе или в бизнес-дискому округе нет неформальной занятости. С начала года общими усилиями муниципалитета и службы занятости населения вывели из тени более 400 работников и примерно столько же оформили предпринимательскую деятельность. Создаются официальные рабочие места для подростков как альтернатива неформальной занятости. Вот дети в возрасте 14-15, может меньше, может больше, торгуют ватой после 10 часов. Какая работа в этом плане проводится? Если проводится слабо, то ее надо еще сильнее усилить, эту работу. Я вас поняла, Юрий Федорович, усилен. Пожалуйста, и на следующей планерке отдоложите. Хорошо. Тем временем взрослые нарушают закон, торгуя пивом на пляжах. Юрий Поляков обратился к полицейским. Мне кажется, надо ужесточить контроль, особенно пляжной территории. Не должно быть там никакого пива, там нету точек общественного питания. А там на разлив все торгуется. Прошу вас, ужесточите контроль на пляжных территориях. Вместе с тем, даже в разгар курортного сезона остается задача по модернизации социальной сферы. Начался ремонт клуба в поселке Просторный. Деньги на эти цели выделила депутат ЗАГС Собрания Юлия Пархоменко. Готов проект дополнительного корпуса на 70 мест в детском саду Зоренька, села Суко. Там же идет строительство спортивной площадки в школе номер 17. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Меры социальной поддержки и реабилитации инвалидов на территории Анапы обсудили депутаты. Цифры и факты прозвучали на заседании Комитета совета по вопросам санаторно-курортного комплекса туризма, здравоохранения и образования. Первым вопросом на повестке дня стала социальная поддержка и реабилитация инвалидов на территории Анапы. На курорте успешно действует Совет по делам инвалидов. В учреждениях образования, культуры, спорта продолжается реализация программы «Доступная среда». По поручению главы города Юрия Полякова, общественным организациям улучшают условия для работы. Обществу слепых в этом году выделено другое отдельное помещение. Мы помогаем им с ремонтом на Лермонтово-82. Они совершили переезд. И также мы с Набнибидой, Галиной Вениаминовной, очень активно поддерживаем связь и помогаем им максимально. В том числе и мальчик, глухонемой у нас обучается сейчас в Аксуне. Это достаточно сложно. Это для них тоже, для образовательной организации определенных визов. И сложность. Но они на это идут. Председатель комитета совета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования Вера Севрюкова подчеркнула. Трудоустройство инвалидов и еще один вопрос, требующий внимания и контроля со стороны муниципалитета. Работодатели должны выполнять свои социальные обязательства. Злободневный вопрос – транспортное обслуживание маломобильной категории граждан. Тем предпринимателям, которые выполняют требования администрации, отдается приоритет при заключении договоров на пассажирские перевозки. По городу ходят у нас на регулярных маршрутах 12 автобусов, которые осуществляют у нас на 111, на 114. Для колясочников? Именно для колясочников, которые для инвалидов по зрению и по слуху. У нас оборудованы на сегодняшний день где-то порядка 140 автобусов автоинформаторами. То есть бегущей строкой человек слабослышащий может увидеть информацию об остановках и слабослышащий, ну слабослышащий увидеть и слабовидящий услышать информацию об остановках. В том числе мы делали и перед ФИФА на английском языке. В Анапе в настоящий момент проживает 12 637 людей с ограниченными возможностями здоровья. За первые только полугодия этого года инвалидам в различных мер социальной поддержке перечислено 58 миллионов рублей. За прошлый год 103 миллиона 200 тысяч рублей. Это компенсация инвалидам на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Самое главное, что эти меры соцподдержки выплачиваются своевременно и в полном объеме. В завершении обсуждения Вера Севрякова отметила, создание комфортных условий для проживания инвалидов, их социальной адаптации очень важный вопрос. Пусть небольшими шагами, но наш муниципалитет развивается в этом направлении. В Анапе появился первый фермерский дворик. Новый формат торговли открыли на северном рынке. На специально отведенных рядах фермеры могут предложить свою продукцию без посредников, а следовательно по привлекательным для покупателя ценам. Торговля идет бойко. Сергей Савченко специализируется на кукурузе. С собой взял тысячу початков, но с двух гектаров еще возить не перевозить. Первый день сегодня мне очень понравился. Я очень доволен. Я не мог найти место, меня позвали сюда и я очень доволен и рад. А до этого мне придется где-нибудь саду, как не было мне места. А сейчас вот хорошо, мне повезло с первого дня, так здорово. И люди, видите, берут прекрасно. Альберт Тротерьян со своих теплиц ежегодно собирает по 10 тонн помидоров и огурцов. Есть 60 персиковых деревьев. Оставшуюся площадь в этом году решил засеять бахчевыми. Говорит, самое главное, чтобы был рынок сбыта. Это нормальная идея, это сбыт, потому что сейчас со сбытом проблемы. Найти в Анапе точки торговые, чтобы официально встать торговать, это я за, потому что большая помощь. Часто у фермеров нет времени на то, чтобы заниматься сбытом. Так появляются посредники. В этом случае в их услугах необходимости нет. Наши фермеры нас удивляют ценами, конечно, по 20 рублей огурцы, 40 рублей помидоры наши. На северном рынке выделили площадку для установки передвижных торговых точек, а также порядка двух десятков мест для производителей. В муниципалитете действует и активно развивается сеть ярмарок-привозов. А это новый формат – фермерский дворик, который будет работать на постоянной основе. По поручению губернатора, по поручению главы мультфильного образования, сегодня у нас открывается первый фермерский дворик на территории Анапы. Здесь именно сделано для христианских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Именно, чтобы прямо с дома принесли и продали сразу. Первые покупатели в прямом смысле шли на звук. В их числе Надежда Старовойтова. Она живет на улице Ленина. По возможности приобретает продукты на ярмарках-привозах. Появление такой стационарной точки стало для нее приятным сюрпризом. Ну, я считаю, нужна, потому что можно подешевле что-то купить здесь людям. А как ассортимент? Ну, нормально. Есть выбор. Нормально. Среди первых покупателей разыграли призы. Все, чем богаты фермерские хозяйства и частные подворья города-курорта. В администрации муниципалитета изучат опыт работы этой площадки. Параллельно работают над размещением еще трех таких же фермерских двориков. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сегодня на всех пляжах Анапы вновь подняли черные шары. Это означает, что купание в море временно запрещено. На этот раз запрет связан со штормом и сильным донным течением. Тигун представляет серьезную опасность не только для детей, но и взрослых. Его скорость может достигать трех метров в секунду. Часто с сильным подводным течением не может справиться даже опытный пловец. Поэтому не стоит подвергать неоправданному риску жизни и здоровья. Кроме того, в этот период необходимо усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Как правило, донное течение – явление краткосрочное. Возможно, уже завтра запрет снимут. Следите за новостями и сообщениями спасателей. Урок по безопасности в сети интернет для учащихся начальных классов гимназии Эврика преподали специалисты Центра медицинской профилактики. Встреча прошла в формате кинолектория. Ребята узнали, какие опасности могут подстерегать их в социальных сетях и как не стать жертвой мошенников. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек из школьного летнего лагеря. Жизнь современного человека трудно представить без интернета. Всемирная паутина – самый удобный источник информации и средства общения. Однако это лишь одна сторона сети. Все чаще дети становятся легкой добычей для интернет-мошенников. И здесь важна профилактика. Как показал опрос, среди гимназистов ребята хорошо осведомлены о вредном влиянии интернета. Со многими регулярно проводят беседы родители и педагоги. Есть в интернете бандиты, которые родители, которые родители, 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 родители. Потратить свое время впустую можно, даже находясь офлайн. Компьютерные игры – развлечения, затягивающие на долгие часы и пагубно влияющие на неокрепшую психику. По словам психологов, избавиться от компьютерной зависимости можно, если найти альтернативу. На кинолектории школьникам показали фильм с историями реальных людей, которые смогли выпутаться из сети. А самое главное – рассказали, как в нее не попасть. Очень важно напомнить им о здоровом образе жизни, о том, что для них лучше, о тех привычках, которые нужно развивать и прививать. Мы стараемся говорить с детьми об этом, поэтому мы всегда сотрудничаем с Центром медицинской профилактики. Они не первый раз к нам приезжают. Если у детей зависимость от интернета, медики проверили с помощью специального тестирования. Результаты порадовали и психологов, и преподавателей. Из 25 ребят не было выявлено ни одного случая. В гимназии Эврика кинолекторий проводят уже третий раз. Предыдущие встречи были посвящены вреду курения и наркозависимости. В планах специалистов посетить и другие общеобразовательные учреждения города-курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Традиционный фестиваль «Киношок» стартует в городе-курорте уже в начале сентября. В этом году он пройдет в Анапе в 27-й раз, объединив под своей эгидой актеров, сценаристов, известных режиссеров и просто поклонников киноискусства. Киноцентр «Мир кино» станет площадкой для конкурсных показов. Ленты из традиционной программы «Киномалышок» жители и гости курорта смогут увидеть в кинозалах монитора. А ТВ «Шок» планируется организовать в городском театре. На протяжении всего мероприятия на театральной площади будут транслироваться отечественные кинопремьеры. В южную столицу кино Анапа превратится со 2 по 9 сентября. Курортный сезон достиг своего экватора. Сейчас самый пик и это горячая пора для анапских медиков. Станция скорой помощи работает в усиленном режиме. Сейчас медики принимают более 400 обращений в сутки. И, как говорят на станции, это еще не предел. Однако есть все необходимые кадровые и технические ресурсы, чтобы ни одного пациента не оставить без помощи. В этом убедились наши корреспонденты, проведя один рабочий день с бригадой неотложки. Станция скорой медицинской помощи. В диспетчерской ни на минуту не смолкают телефоны. Основные обращения в это время – травмы. Чаще всего это детский травматизм. На втором месте – сердечно-сосудистые заболевания. В такую жару здоровье подводят даже людей не из группы риска. Сейчас на скорую поступает более 400 обращений в сутки. Пик нагрузки, как правило, это конец июля, начало августа. Единственное, что в этом году количество вызовов стало сразу увеличиваться с начала июня. Нормативы 20 минут мы стараемся укладываться в этот норматив, особенно это экстренный вызов. Если вызов неотложный, то заказательство позволяет нам приехать в течение двух часов. Но, как правило, у нас задержки сейчас небольшие, и это задержки на вызова отсроченные, скажем так, не экстренные. 20 бригад постоянно находятся на вызовах. В автопарке пустые стоянки. Медики приезжают сюда только, чтобы пополнить запасы медикаментов. Сейчас активно используются передовые технологии. Связь бригад с диспетчерами осуществляется через интернет. Вызов принимается сразу на компьютер, записывается и передается на планшеты бригадам по мере освобождения бригад. Если вызов срочный и с тяжелым больным, то может быть до часа и даже больше. Ну а если вызов легкой степени или как средней степени, то минут 30-40. Бригада Валерия Сотникова работает исключительно на сложных вызовах. Этот реанимобиль оснащен всем необходимым, чтобы спасти пациента на месте. Этой девушке стало плохо в одном из супермаркетов. Она зашла в кондиционируемое помещение с жарой и от резкого перепада температур потеряла сознание. Медики быстро привели пациентку в чувство, на месте сняли кардиограмму, измерили давление. Обошлось без госпитализации. Но уже следующий вызов заставляет врачей поволноваться. В одном из санаториев ребенок захлебнулся водой в бассейне и не подает признаков жизни. В таких случаях медлить нельзя. На счету каждая секунда. До приезда скорой спасатели провели необходимые реанимационные действия. Ребенок задышал. Уже в руках медиков он приходит в сознание. Но состояние остается тяжелым. Малыша срочно транспортируют в отделение реанимации детской больницы. Хотелось бы сказать родителям, чтобы не оставляли детей одних. Потому что чаще всего такие случаи случаются, когда дети оставлены и предоставлены сами себе. Это бывает и на море, и в бассейне. И все кончается печально, к сожалению, иногда. Хорошо, что сейчас все обошлось нормально. Сегодня, слава богу, обошлось без трагедий. Но медики напоминают, что жизнь и здоровье людей не только в их руках, но и в наших собственных. Где бы вы ни были – на работе, дома или на отдыхе – не пренебрегайте самыми важными правилами безопасности. И помните, телефон скорой помощи с мобильного – 103, а со стационарного телефона по-прежнему – 03. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте – anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Академия. 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 Продолжение следует...